Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов Ящика Ответов. Информация данного ролика адресована прежде всего руководящему совету Общества Сторожевой Башни. Однако, размышление над ней может принести пользу и всем остальным служителям Иеговы, кто желает глубже вникать в Библию и лучше понимать ее. В этом видео речь пойдет о статье из Сторожевой Башни за март месяц 2024 года, изучаемой на этой неделе. Статья, интересующая нас, называется «Бог прощал грехи, совершенные в прошлом». А точнее, речь пойдет о том, как в этой статье разъясняется значение текста из Римлянам 3 главы 25 о прощении грехов, совершаемых в прошлом, то есть, до того, как Иисус Христос принес себя в жертву. Процитируем интересующую нас часть из этого разъяснения. Смотрите, пожалуйста, на экран. Прощение грехов возможно только благодаря искупительной жертве Иисуса, который заплатил за нас своей кровью. Ссылка на Эфесиным 1.7. Но в Библии сказано, что Бог, проявляя терпение, прощал грехи, совершенные в прошлом, то есть, до того, как Иисус отдал свою жизнь в качестве выкупа. Ссылка на Римлянам 3.25. Почему можно сказать, что Иегова делал это на законном основании, не нарушая свои нормы справедливости? В тот момент, когда Бог дал обещание о потомке, в его глазах выкуп будто уже был уплачен. Ссылка на Бытие 3.15 и 22.18. Иегова не сомневался, что в установленное время, его единородный сын с готовностью пожертвует своей жизнью. Ссылки на Галатам 4.4 и Евреям 10.7.10. Если обратить внимание на выделенные мысли, то, по мнению авторов этой статьи, Иегову в прощении людей интересовала лишь справедливость. Поэтому в прошлом он прощал грехи на основании будущей жертвы Христа, как будто бы забегая вперед и считая заранее, что выкуп будто бы уже был уплачен. А иначе прощение было бы несправедливым. Если применить к этому мнению, например, грехи Монасии или Неневии, то выходит, что Бог простил их, применив будущую жертву Христа. Проверим по принципу издеяния 17 главы 11 стиха, согласуется ли это разъяснение с Библией. Давайте обсудим в связи с этим три аргумента. Во-первых, к такому разъяснению возникает вопрос. Допустим, Иегова действительно прощал грехи прошлого на основании будущей жертвы Христа, считая, что выкуп как будто бы уже уплачен. Но тогда зачем он вводил в Моисеев закон еще и жертвы животных? Если бы Иегова действительно считал, что Иисус уже как бы принес себя в жертву за грехи всех, то грехи древности он прощал бы на основании жертвы Христа, а в жертвах животных не было бы ни потребностей, ни смысла. Но поскольку Иегова ввел жертвы в закон Моисея и принимал их, значит, с его точки зрения на историческом этапе Моисеева закона, для прощения грехов израильтян и их примирения с Богом, было достаточно жертвоприношений животных. Это нам известно из Евреям 9.13. Это первый аргумент против утверждения общества Сторожевой Башни о том, что в прошлом Бог прощал грехи на основании будущей жертвы Христа. Во-вторых, согласно Библии, Иегова может прощать грехи всего лишь на основании своей любви и жалости к людям, которые пробуждают в нем желание прощать. То есть, для прощения чьих-то грехов ему достаточно любви и его личного желания кого-то простить. Это известно, например, из Римлянам 9.15. Где он говорит Моисею, что может и пожалеть, и помиловать кого-то по своему усмотрению. Также это ясно из текста Иоанна 4.11, где Иегова сказал, «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота?» Таким образом, прощая ниневитян, Иегова делал это не в расчете на будущую жертву Христа и не с целью соблюсти справедливость прощения. Ведь по факту их злодеяний, они не заслуживали прощения. Бог простил ниневитян, потому что он пожалел их и захотел их простить. Как сказано в Иаке во 2 главе 13 стихе, «Любовь и милость Иеговы, его сострадание и жалость к слабым потомкам Адама столь велики, что в принятии решения простить или нет кого-то». Для Бога они играют первостепенную роль и гораздо важнее соблюдение закона справедливости. Почему? Это легко понять на простом человеческом примере. Если наш ребенок или больной родитель из-за немощи нарушит какой-то наш запрет и учинит нам какую-то неприятность, то есть согрешит против нас, что нам нужно для того, чтобы простить их? Может, нам нужно какое-то юридическое законное основание? Нет. Или, может, мы думаем в эти моменты о том, чтобы соблюсти закон справедливости? Тоже нет. Даже если они не попросят у нас прощения, и даже если они этого не заслуживают, то есть, если это несправедливо, мы все равно прощаем их, просто потому что любим их и жалеем. А Иегова любит и жалеет своих земных детей несравнимо больше, чем мы своих. Итак, согласно Римлянам 9.15 и Иакова 2.13, для того, чтобы простить кого-то, Иегове не нужно никаких других оснований, кроме желания простить кого-то из жалости грешнику, проистекающей от его любви к слабым людям. И ради того, чтобы не воздавать нам по справедливости, то есть, так, как мы заслуживаем из-за грехов, любящий Иегова даже не на все наши грехи обращает внимание. Это мы знаем из Псалма 38 главы 12, 102 главы с 8 по 10 и 129 главы 3 и 4 стихов. Вопрос лишь в том, что прощением нас самих из любви и жалости к нам Иегова не может спасти нас от последствий греха Адама. То есть, прощая нас самих из любви и жалости, Иегова не может избавить нас от фактора смертности и вернуть нас в райскую вечность, к древу жизни. Для того, чтобы устранить последствия греха Адама и вернуть нас в рай, к древу жизни, Иегове надо простить и обнулить грех Адама. И вот для этого понадобилась жертва Христа. Можно открыть Евреям 9 главу полностью и 1 Коринфянам 15 главу 22 стих. Больше подробностей содержится в видео 103. Итак, Библия проводит отличия между грехом Адама и грехами его потомков. Для прощения грехов слабых потомков Адама Иегове достаточно самого желания простить их из любви и сострадания к ним, как и мы прощаем своих детей, потому что любим их, даже если они этого не заслуживают. А вот для прощения или обнуления греха Адама, спасающего нас от смерти, Иегове понадобилась жертва Христа. Если вернуться к примеру Монасии и Неневии, то на них отличие двух видов грехов и, соответственно, двух вариантов прощения Иеговы выглядит так. Грех Монасии и Неневитян Иегова простил не потому, что хотел соблюсти справедливость и не потому, что в будущем Иисус Христос должен был бы принести себя в жертву, а потому, что Иегова любит людей и пожалел их, как и мы любим и жалеем, своих детей, провинившихся перед нами. Однако, это прощение Иеговы не спасало их от смерти. Если бы Иисус Христос не принес себя в жертву, Иегова не смог бы простить или обнулить грех Адама по отношению к ним. Поэтому, ни Монасия, ни Неневитяне не имели бы возможности выйти из могил, примириться с Иеговой и вернуться в рай. Можем сравнить тексты Римлянам 9 глава 15, Якова 2 глава 13 и Евреям 9 глава 22. Таким образом, нетрудно понять, что для прощения грехов слабых потомков Адама Иегове достаточно любви и своего желания простить их, И это второй аргумент против утверждения Сторожевой башни о том, что в прошлом Бог прощал грехи на основании будущей жертвы Христа и с целью исполнить закон справедливости. В-третьих, обратим внимание на разъяснение Римлянам 3.25. В обществе Сторожевой башни, как думаем, упустили корневую мысль из этого стиха, считая, что Бог прощал грехи, совершенные в прошлом, делая это на законном основании, не нарушая свои нормы справедливости. Понять, о чем говорил апостол Павел, помогает контекст из Римлянам 3 главы с 21 по 26 стихи. Зачитаю основные его мысли в синодальном переводе, а вы можете видеть их на экране. Но ныне, независимо от Моисеева закона, явилась правда Божия, о чем свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, имеется в виду между иудеями и язычниками, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Кого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его? Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия и к показанию правды Его в настоящее время. Доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. В некоторых переводах в переводе Нового Мира в том числе слово «правда» и «праведность», применимые к Иегове, переводятся словом «справедливость». Видимо, поэтому авторы, разбираемые нами статьи из Сторожевой Башни, и сделали упор на законе справедливости. А вот если заглянуть вглубь смысла наставления апостола Павла, то можно заметить следующее. Здесь речь идет не о том, что в древности Иегова ставил цель соблюдать закон справедливости для прощения грехов. Поскольку иудеи кичились праведностью от закона Моисея, через Павла им объясняется, что иудеи неправеднее язычников, и что жертвы Моисеева закона, хотя и отмывали их грехи кровью животных, но это не делало самих иудеев истинно праведными в глазах Иеговы. Это известно из текстов Евреям 9 главы 13 и 10 главы с 1 по 4. То есть, Иегова в ожидании Христа прощал грехи Израилю и благословлял их лишь по милости своего долготерпения, а не благодаря их заслугам в исполнении Моисеева закона. Это мы знаем из Галатом 3 главы 19 и 24 стихов. Таким образом, хотя иудеи и язычники были грешниками, иудеям, через жертвы Моисеева закона, Бог позволил приближаться к себе и рассчитывать на отклик в виде своего благословения, прощая их грехи благодаря своему долготерпению в ожидании Христа, а не за их заслуги или праведность. Но настоящий источник прощения грехов иудеев и всех вообще людей, примиряющих их с Иеговы и потому спасающие от смерти это жертва Христа, данная Богом, даром, не за чьи-то заслуги, а лишь по милости и любви Иеговы. И ради того, чтобы эта жертва могла свершиться, Иегова по милости своей, а не за праведные заслуги иудеев, терпеливо прощал иудеям все грехи из тех, что совершались в эре Ветхого Завета до Христа. Так, Иегова явил всем свою настоящую правду или истину и для иудеев, живущим прошлым, законом Моисея, и для христиан, живущих настоящим. И истина эта заключается в том, что в глазах праведного Иеговы из всех, кто считает себя верующим, проведен только тот, кто верит в Иисуса Христа, а не тот, кто исполняет закон Моисея. То же самое по сути применимо и сегодня ко всем, кто становится свидетелем Иеговы. Иегова примиряется с каждым, кто верит в жертву Христа. Им, по милости Иеговы, прощаются все прежние грехи, сделанные в прошлом, совершаемые ими до знакомства с Христом и до принятия его жертвы, то есть до того, как они узнали правду Иеговы о значении жертвы Христа для примирения с Иеговой. Это главная суть наставления апостола Павла в контексте Римлянам 3 главы с 21 по 26 стихии. А если кто-то желает говорить непременно о справедливости в прощении Иеговы, то, во-первых, никто из потомков Адама Божьего прощения не заслуживает и заслужить не может. Единственное, чего все мы справедливо заслуживаем в глазах Иеговы, так это наказание смертью за свои грехи, как об этом и говорится в Римлянам 6 главе 23 стихе в первой его части. Поэтому говорить о том, что прощая грешников Иегова стремится соблюсти закон справедливости, это в принципе абсурдно. Можем открыть текст Ефесиным 2 главу 8 и 9 и также вновь можем обратиться к видео 1.103. А во-вторых, во всех своих делах и решениях, как прошлого эры Моисеева закона, так и настоящего эры христианства Иегова априори справедлив всегда и тогда, когда он хочет кого-то простить из жалости и по милости, и тогда, когда он прощает кого-то на основании жертвы Христа. Можем обратиться к стихам о римлянам 4 главы 7, 9 главы 15 и 2 законе 32 главы 4. Надеемся, эта информация хотя бы кому-нибудь пригодится. В конце напоминаем, что только что прозвучавшую информацию вы также сможете найти в текстовом варианте. Ссылка на него находится в описании к этому видеоролику. Материал был подготовлен свидетелем Яговы сайта Ящик Ответов. Спасибо за внимание.